Это на самом деле очень амбициозный, очень смелый, очень такой безбашенный проект. Сразу было понятно, что мы не сможем конкурировать с фильмом, бюджет которого 300 миллионов долларов. У нас была задача сделать что-то свое. Для каждого героя искали интересную, красивую форму его появления на экране. Мы скорее даже от этого шли. Девушка, которая становится невидимой, а точнее полупрозрачный и может взаимодействовать с водой. При этом очень интересно светиться. Это, в принципе, очень красиво для того, чтобы снять сцену с перемещения хана, мы использовали дублеров. То есть, к примеру, в одной точке хан замахивается, а в другой дублер как бы заканчивает это движение. А уже, соответственно, на графике ребята затирали дублеров и они возникали тогда, когда, по сути, ну, здесь хан исчез, там появился. Лера – это человек камень, это действительно очень эффектный образ, человек стихии, человек абсолютная мощь. Уже в Патриоте для того, чтобы так усовершенствоваться, ему выдают новое устройство. То есть, они ему выдают каменную цепь и он ей может управлять как хлыстом. Когда мы придумывали человека-медведя, ну, мы думали, что, ну, да, это вообще круто, но когда стали появляться первые, там, тизеры и материалы в интернете, мы просто поняли, что все говорят только о медведе. Несмотря на то, что моего лица не будет в этом медведе, это будет рисованный персонаж и мимика и все остальное, но пластика, энергия, которую мы закладываем в этого героя, она останется моя. Антон очень детально подошел на включение пластики медведя и, соответственно, абсолютно везде, где мы увидим медведя, играл его сам актер. Нам, конечно, стоит немалая работа. Финографика уйдет в общей сложности больше года. Ее очень много, она очень разная, и каждая сцена, она уникальна. Как воспримет это зритель? Посмотрим, но мы сделаем все возможное, чтобы человек не пожалел о том, что он пришел в кинотеатр, ему два часа скучно не будет точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова